Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. Я Валерий Седов. 20 километров ремонта. Компания РМПТС приступает к замене теплотрасс. ЮИД за победу благодарит. Юные инспекторы сегодня раздавали памятные наклейки. Зябкий май. Ожидание прихода лета пока не оправдывает себя. Всем, кому пришлось переплатить за тепло в апреле, пересчитают платежки. Об этом сегодня заявили в РМПТС. Компания вступила в межотопительный сезон и теперь приступает к масштабному ремонту теплосетей. Когда будут менять трубы теплотрасс и где об этом узнавать в нашем следующем материале. Отопительный сезон в Рязани окончательно завершен. Сегодня помимо жилфонда отключены и социальные объекты, школы, детские сады. Наступает время ремонта. В этом году сотрудники РМПТС к замене теплотрасс намерены подойти капитально. Сейчас уже приступили к техническому обслуживанию, к чистке водоподогревателей, чтобы следующий отопительный сезон произошел без аварий и люди получали свое тепло и горячую воду надлежащего качества. В этом году будет порядка 20 километров меняться по трассе, это капремонт и все центральные тепловые пункты и котельные будут текущий ремонт делаться. То есть это ежегодно делается по графику. Понятно, что в межотопительный сезон при таком масштабном ремонте без временных отключений воды не обойтись, но это не для всех. В некоторых районах задействуют резервное оборудование. А еще, во-первых, срок этот не будет превышать двух недель, а во-вторых, о том, где и когда будут проводить ремонтные работы, жителей предупредят за месяц. На сайте РМПТС и городской администрации опубликуют графики. Что же касается даты завершения отопительного сезона, то всем, кто переплатил, платежки пересчитают, а кому-то уже пересчитали. По фактическим погодным условиям и прогнозным погодным условиям окончание отопительного сезона произошло 24 апреля. То есть 24 апреля считается последним днем отопительного сезона. В связи с этим те начисления, которые мы делали на полный апрель месяц, ну, тем потребителям, которые рассчитываются по нормативам потребления, начисление было сделано на полный месяц. В связи с этим мы людям выполнили перерасчет платы за отопление с 25 по 30 апреля включительно. У нас наступает, как обычно, летняя самая напряженная, самая тяжелая пора. У нас большие планы на проведение ремонтных работ, поэтому просьба такая не затягивать с расчетами, с подведением итогов отопительного сезона, с расчетами за минувший отопительный сезон и провести это в течение мая. Кстати, переплату по желанию можно оставить на своих счетах до начала следующего отопительного сезона. Как уверяют в РМПТС, деньги никуда не исчезнут, а пойдут в счет первого платежа уже этой осенью. В мае произошли два важных изменения с пенсиями. Изменились правила их доставки наличными, а летчикам и шахтерам прописали прибавку. Но это далеко не все изменения, которые ждут нас с первого мая. Например, подорожает ипотека, а для газовых счетчиков начнет действовать новый стандарт. Подробности далее в сюжете. С первого мая у некоторых категорий граждан России увеличились пенсии. Прибавку теперь будут получать те, кому исполнилось 80 лет. По закону им полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысяч рублей. Писать заявление для этого не требуется, так как социальный фонд обладает всей необходимой информацией. Кроме того, до первого мая пенсионерам должны были перечислить по 10 тысяч рублей. Это выплаты ко Дню Победы. На федеральном уровне их получают ветераны, участники Великой Отечественной и приравненные к ним категории граждан. Впрочем, многие пожилые люди, которым не положены выплаты из федерального бюджета, получат их из регионального. Сумма зависит от региона проживания. Кроме этого, с мая Почта России станет единственной организацией, которая будет доставлять пенсии и другие социальные выплаты на дом наличными. Раньше отдельных получателей обслуживали альтернативные частные компании. При желании получатели могут изменить форму перечисления социальных выплат с наличной на безналичную форму. Тогда деньги будут приходить на карту МИР. Для этого нужно подать соответствующее заявление в местный орган социальной защиты населения. Сделать это надо до конца месяца. Центробанк с 1 мая повышает надбавки коэффициентам риска по ипотечным кредитам на жилье в новостройках по договорам долевого участия. Эти изменения направлены на то, чтобы банкам было невыгодно работать с неплатежеспособными заемщиками. Кредитные организации будут реже одобрять ипотеку таким клиентам, а тем, кто одобрение все же получит, придется брать ссуду под более высокий процент. Горячее питание в школах стало обязательным. Правительство изменило с 1 мая порядок составления меню для школьников. Теперь компаниям-подрядчикам придется согласовывать его с руководством образовательных организаций. Причем делать это нужно отдельно для каждой возрастной группы детей. Дополнительно предписано согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из учеников, а также запрещено исключать из меню горячее питание. С 15 мая начнется эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Под него попадут обычная вода в бутылках, минеральная вода, сладкие напитки, квас, морс, компот, овощные и фруктовые соки. По мнению парламентариев, маркировка позволит сократить количество контрафактной продукции и увеличить налоговые поступления в бюджет. Эксперимент продлится до 1 февраля следующего года. Производители, импортеры и продавцы безалкогольной продукции участвуют в нем добровольно. 28 апреля Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, который ужесточает наказание вплоть до пожизненного заключения за государственную измену. По общему правилу, они вступают в силу в течение 10 дней со дня официального опубликования. Предыдущая версия закона устанавливала ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Рязанские участники отряда юных инспекторов дорожного движения поздравили водителей с наступающим праздником – Днем Победы. А акция эта ежегодная. Проходит под названием «ЮИД за победу благодарит». Сегодня ученики школы номер 24 раздавали памятные наклейки. В таком проекте Соня участвует впервые. В паре с сотрудником госавтоинспекции она подходит к водителю и вручают ему небольшую памятную наклейку. На ней всего пара слов «С Днем Победы». После поздравляет с наступающим праздником. Водители реагируют по-разному. Сначала, наверное, переживают, а потом радуются, что поздравляют взаимно. Акция «ЮИД за победу благодарит» ежегодная. Проводят ее накануне 9 мая. А сами мероприятия тоже разнятся. Ученики 24-й школы, например, раздают наклейки. В других учебных заведениях акция проходит иначе. Проходят различные мероприятия. Ребята «ЮИДовцы» ходят к ветеранам, к труженикам тыла, готовят памятные открытки к этой дате 9 мая. Но вот сегодня, конечно же, в первую очередь акция проходит для водителей. «ЮИД за победу благодарит»! Для ребят акция «ЮИД за победу благодарит» – это еще один способ сказать спасибо ветеранам Великой Отечественной войны и поблагодарить их за победу. Подобные мероприятия пройдут и в других образовательных учреждениях региона. Уже позеленели деревья, цветы распускаются, будто середина мая. Но следующий сюжет мы посвятим самым первым из них. Казары обычно появляются задолго до вступления весны в права. А в этом году цветут одновременно с остальными. Англичане зовут его снежной каплей, немцы – колокольчиком, а мы называем подснежником. Настоящие подснежники, как раньше считалось, похожи на свисающие вниз капли молока. Отсюда и происходит латинское название «галантус», что означает «молочно-белый цветок». Старинное предание гласит, что подснежники впервые стали воплощением надежды еще для Адама и Евы, когда они были изгнаны из райского сада. Ева думала, что холодная зима никогда не закончится, но тут появился ангел и превратил снежинки в цветущие подснежники, подарив ей надежду на приход весны и тепла. Но эти прелестные бутончики в дикой природе в нашей полосе увидеть нельзя, растут они только в садах. Потому подснежниками в средней полосе называют пролески. По одной из легенд, Сцила получила свое название благодаря одной из красивой нимфы, но потом, впоследствии, эту нимфу превратили в злое чудовище. Но, по сути дела, это растение тоже символизирует приход весны, потому что, как только тает снег, еще где-то на проталинках уже они появляются и зацветают. В лесах европейской части России чаще всего можно встретить два вида пролесок – сибирскую и двулисную. Почти одновременно, рано весной, в лесу появляются яркие полянки хохлаток. Это представитель флоры, распространен в умеренных регионах всего северного полушария. Цветки у него обычно синего цвета, но встречаются и розовые, и фиолетовые. Совсем не боится снега, и потому расцветает рана, пушистый прострел или сон трава. Его в рязанских лесах тоже можно встретить. Интересное растение, представитель семейства лютиковых. И это растение интересно тем, что сначала у нее появляется нежного, голубоватого, немножко даже с синеватым оттенком цветы, а затем уже после цветания у нее формируется розетка с листьями. С сон травой у разных народов связаны легенды и сказания, что и отразилось в самом названии. По народным поверьям, прострел помогает от сглаза и порчи. Если носить траву при себе, можно оградить себя от злых козней и несчастий. Между тем, срывать в лесу и нести домой букетик любых нежных первоцветов, как бы ни был велик соблазн, ученые не рекомендуют. Расстоит такая красота в воде совсем недолго, а ущерб природе будет очень весомый. Тем более, что при желании семена или клубни любых первоцветов, подснежников, примул, крокусов, можно приобрести в специальных магазинах и высадить на своем участке, воплотив самые смелые идеи превратить собственный сад в волшебный лес. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Апрель в этом году выдался погожим. Солнечным, с температурой на 3 градуса выше, чем положено по климатическим нормам. В мае, увы, все будет наоборот. Пессимистичный прогноз на финальный месяц весны единодушно дают разные метеоцентры. Первомайские выходные расстроили жителей области резким похолоданием и дождями. В ночь на 2 мая в некоторых районах даже были заморозки, и это, считают синоптики, лишь первая волна холода. В мае их будет как минимум три. Следующие уже в ближайшие выходные с 6 по 9 мая. Опять по ночам возможны заморозки, днем около плюс 10 градусов. А в субботу 6 мая пугают даже мокрым снегом. Первые декады мая по средней температуре окажется на 3 градуса прохладнее, чем обычно. А в отдельные дни погода не дотянет до нормы аж 6-7 градусов. И после 10 мая резкого потепления в прогнозах не предвидится. Даже к климатическим нормам погода вряд ли вернется раньше середины мая. Но по сравнению с началом месяца, вторая декада все же будет более приятной. Днем плюс 15 или чуть выше, по ночам плюс 5-10, почти без дождей. В третьей декаде мая специалисты обещают третью волну холода. И лишь под занавес календарной весны. В последних числах месяца. Воздух будет прогреваться до плюс 20 градусов. А среднесуточная температура превысит плюс 15. Наступит метеорологическое лето. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв. И в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова